Приветствуем вас на нашем канале Привет Семье! Сегодня мы хотим поговорить с вами об аренде жилья в Ничанге. Как искать квартиру, где искать квартиру, какую, может быть дом, может быть виллу, сколько это будет стоить, вообще какие цены на недвижимость, на аренду недвижимости в Ничанге. На эти вопросы мы постараемся ответить в нашем видео, и также мы расскажем свою историю, покажем свою квартиру и расскажем, сколько мы платим за нашу квартиру в месяц. Ну давайте по порядку. По нашим роликам вы видели, я неоднократно говорила, что мы снимаем в Ничанге квартиру, довольно просторную, красивую, хорошую квартиру с двумя спальнями, с двумя санузлами, с огромной гостиной, кухней. И так как же мы искали эту квартиру? Сейчас я вам расскажу нашу историю. Мы прилетели в Ничанг еще осенью 2022 года. Муж прилетел первым, он прилетел на два месяца раньше нас, поселился в отеле в центре Ничанга и начал поиски квартиры. Ну, как и в большинстве случаев, все случилось достаточно внезапно. Он пошел в гости к знакомым, и оказалось, что в их доме была свободная квартира, которая сдавалась в аренду. Конечно, он ее посмотрел, сделал фотографии, отправил эти фотографии мне. Я оценила их, мне сразу понравилось все, потому что район хороший, квартира просторная, как мы и хотели. И мы приняли решение ее снять. Муж сразу заключил договор на полгода. В принципе, в Ничанге, если арендуется какая-то жилплощадь, то заключают договор на 3-6 месяцев. Вы платите за первый месяц и оставляете депозит в размере месячной оплаты квартиры. То есть, если вы до конца своего договора не можете проживать в этой квартире, то депозит вам не возвращается. Но если вы нашли жильцов в эту квартиру, то, конечно, депозит вам вернут. Вот так и мы заключили договор на 6 месяцев. Муж сразу переехал в эту квартиру из отеля. Мы купили билеты, соответственно, и уже ждали своего вылета. А теперь давайте смотреть нашу квартиру. Пойдемте. Пойдемте. Чтобы попасть в дом, где мы снимаем квартиру, нужно сначала отпереть вот такие ворота. У каждого арендатора есть свой ключ. И когда мы открываем ворота, то мы попадаем вот в такое помещение. Это первый этаж, ground floor. Он служит гаражом. Здесь можно оставить байки, повесить на крючок шлемы, оставить коляски, либо еще какие-то вещи. Ну и, если честно, хозяин дома также позволяет себе оставить тут какой-то свой хлам. Также здесь мы оставляем уличную обувь, потому что во Вьетнаме не принято заходить в уличные обуви в помещение. В нашем доме есть лифт, поэтому на свой этаж можно подняться либо на лифте, либо по лестнице. И так как идти нам недалеко, мы с вами поднимемся по лестнице, и вот она уже наша квартира. Заходим в квартиру и попадаем сразу в гостиную, совмещенную с кухней. Здесь у нас находится такой мягкий уголок. Также обеденная зона, стол со стульями. И достаточно большой кухонный уголок с холодильником. Стоимость аренды нашей квартиры в месяц составляет 4 миллиона донгов. За электричество, воду и интернет мы платим отдельно. За воду по 100 тысяч за взрослого и по 50 тысяч за ребенка. Электричество по счетчику и интернет 100 тысяч. В среднем в месяц мы платим около 5 миллионов, это где-то 200 долларов. Нюанс этой комнаты только в том, что, как видите, здесь нет окна. Окно в квартире только одно, и оно находится в торцевой комнате. Но туда мы с вами еще дойдем и посмотрим. А сейчас давайте по порядку. Итак, первая дверь нас приводит в душевую комнату. Это такая небольшая комнатка, где находится раковина, зеркало, унитаз, душ. Здесь же есть и водонагреватель на случай, если вода не успела нагреться за день. И вот за такой перегородкой у нас находится стиральная машина. И обратите внимание на наличие вот такой шахты, которая идет сверху донизу через весь дом. Хотела бы добавить про горячую воду. Если вы не знаете, то во Вьетнаме горячая вода поступает в дом с крышей, где она нагревается в течение дня. Поэтому, если, допустим, в зимнее время, когда пасмурно или дождливо, и вода не успела нагреться, то как раз мы используем водонагреватель. Ну, мы идем дальше. Итак, следующая дверь. И мы попадаем в первую спальню. Она достаточно просторная, с огромной кроватью, со шкафом. И в этой комнате у нас живет наша дочь. И вы сразу видите, что здесь игрушки, рисунки. То есть тут у нее и творческая мастерская, и спальня. И здесь она проводит много времени. А вот это окошко как раз ведет в шахту и в душевую комнату. Вот такие нюансы строительства в домах во Вьетнаме. Также в комнате есть вентилятор и кондиционер, чтобы спасаться от жары. И финальная дверь. Вот как раз мы попадаем в торцевую комнату. И в этой комнате есть как бы отдельная душевая комната. Вот она дверь. Этой душевой мы очень редко пользуемся, так как в этой комнате спальни у нас спит малыш. А он очень чутко спит, поэтому мы стараемся лишний раз сюда не заходить. Ну, ванная комната представляет собой вот такой простой набор всех необходимых вещей. Душ, унитаз, раковина, водонагревателя здесь нет. И вот так выглядит комната, в которой есть окно и выход на балкон. Она немножечко меньше, чем первая спальня, но достаточно уютная. И здесь тоже есть все необходимое. Даже окошко. Балкон небольшой, сюда хорошо помещается вешака для сушки белья. И можно выйти посмотреть на вид с балкона. С нашего балкона можно увидеть территорию прилегающих к военно-морской академии. А вот за этими высотками через дорогу находится море. А по соседству находятся типовые дома, в которых живут вьетнамские семьи. Район достаточно красивый, зеленый, живописный. Но если хотите увидеть действительно красивую панораму, то давайте поднимемся с вами на крышу. Руфтоп у нашего дома представляет собой вот такую площадку. Конечно, раньше это была полностью свободная крыша, где можно было подойти к краю и полюбоваться на виды. Но буквально неделю назад хозяин нашего дома решил, что нужно ее перекрыть. Я не знаю для чего пока, но оставил нам вот такую щелочку, чтобы мы могли любоваться пейзажами. А раньше к нашей крыше можно было увидеть даже остров Винперл. Ну и если вот так вытянуть руку из-под козырька, то в принципе можно полюбоваться и вот на такой городской пейзаж. Так как же искать жилье? Мы выделили для себя два таких оптимальных, наиболее удобных способа. И сейчас я о них вам расскажу. Первый способ заключается в том, чтобы приехать в Ничанг, поселиться в отеле, можно не в дорогом, взять в аренду байк и искать жилье в группах на Facebook и Telegram. Ссылки на эти группы мы оставим в описании к видео. И мой вам совет, когда будете смотреть объявления, не сильно полагайтесь на фото. Эти фото были сделаны, скорее всего, когда квартира была еще новая. А в реальности она выглядит совершенно по-другому. Можно приехать на место и увидеть вместо сверкающей красивой квартиры достаточно уставшую, потертую жилплощадь. И второй способ поиска жилья. Суть его в том, чтобы также снять отель в Ничанге и уже из Ничанга искать жилье. Но здесь мы совмещаем полезное с приятным. И подойдет он, наверное, больше для тех, кто располагает временем и возможностями. То есть вы выходите в город, гуляете по городу, по улочкам и присматриваете себе жилье. Дома, которые сдаются в аренду, либо квартира в них сдается в аренду, имеют на фасаде табличку. На табличке указано Apartments for Rent и там же указан номер телефона. Вы по этому номеру телефона связываетесь с владельцем, либо с риэлтором. И они к вам уже выезжают и показывают этот дом, либо квартиру. Но связаться еще можно с помощью мессенджера Zalo. Это очень популярный мессенджер во Вьетнаме. Они все им тут пользуются. И там очень удобно через переводчик, допустим, написать им сообщение. И они также через переводчик с вами будут общаться. Это намного проще, потому что английский язык не все знают во Вьетнаме, не все им владеют. А вьетнамский, сами понимаете, для понимания очень сложный. Поэтому, мне кажется, так будет оптимальней. И дальше они выезжают опять-таки к вам, показывают этот дом, а вы действуете, исходя из обстоятельств. Что касается стоимости жилья. Она зависит от нескольких факторов. В том числе и удаленность от моря. Понятно, что ближе к морю дороже, дальше от моря дешевле. А также от района, где вы хотите снимать жилье. Потому что ничем можно, в принципе, разделить на, ну, такие три части. Это северная часть, центральная часть и южная часть города. В каждой части города есть свои плюсы, минусы, свои нюансы. Итак, северная часть города. Большинство русскоговорящих людей предпочитает селиться именно на севере города. Так как там находятся популярные среди русскоговорящих жилые комплексы. Такие как Мунтань, Океанус, Кения Бэй. По факту эти жилые комплексы представляют собой многоэтажные корпуса по 40 этажей выше. Но находятся эти жилые комплексы в непосредственной близости от моря. Наверное, поэтому они такие популярные. Там есть школы, детские сады для русских детей. Также там очень много секций дополнительного образования. То есть для детей с семьи, конечно, там очень удобно. Все рядом, никуда не нужно возить ребенка. И он может учиться, ходить в сады и заниматься какими-то дополнительными занятиями. Также там хорошо развита инфраструктура. Там есть рынок, магазины, супермаркеты, салоны красоты, какие-то точки питания, магазины с сувенирами и так далее. Но когда мы посмотрели эти комплексы, то, конечно, перспектива жить в такой бетонной коробке в 40 этажей меня не сильно, скажем так, соблазнило. Поэтому мы решили искать дальше. Что касается центральной части. Конечно, в центре жить намного интереснее. Центр, вся тусовка, это понятно. Все сосредоточено именно в центре. Все сетевые дорогие отели находятся в центре. Центральный парк, большинство ресторанов. Для туристов инфраструктура хорошо развита. Салоны красоты, массажный салон и так далее. То есть, конечно, в центре интересно. Но там и цены выше. Это касается и цен на жилье. Что касается юга. На юге квартиры дешевле, потому что здесь меньше туристов, меньше туристической инфраструктуры. Но хочу вам сказать, что вьетнамцы-то здесь живут. Поэтому здесь есть рынки, супермаркеты, массажные салоны, салоны красоты, дополнительные занятия для детей, детские сады. Например, у нас Яночка ходит в студию изобразительного искусства. Куда ходят также вьетнамские детки. И там преподает вьетнамская учительница. И по цене и качеству нам очень нравится эта студия. И так как мы живем в южной части города, то могу сказать вам, что мне здесь очень нравится жить. Мне здесь очень комфортно. Мы живем в четырехэтажном доме с лифтом. По соседству, а именно стенка в стенку, стоят другие похожие дома, в которых живут вьетнамские семьи. Но пусть вас это не удивляет. Во Вьетнаме принято строить дома стенка в стенку из-за особенностей системы налогообложения. Живем мы в районе военно-морской академии. Люди, которые здесь живут, это офицеры, ветераны военно-морского флота. Они здесь все знают друг друга, гуляют вместе. Это хорошо образованные, интеллигентные, обеспеченные люди. Многие из них говорят на русском языке. Они его учили, когда обучались в СССР. К нам они относятся тоже очень хорошо. Это очень дружелюбные, гостеприимные, прям очень милые соседи. Вы знаете, я даже в России не встречала таких хороших соседей. Они всякий раз, когда здороваются с нами, спрашивают, как у нас дела, предлагают свою помощь. И к нашим детям они относятся просто замечательно. Всякий раз угощают их какими-то сладостями, либо фруктами. Это очень мило. В пешей доступности у нас рынок Биньтань, несколько магазинов и море в 10 минутах ходьбы. Есть и детские магазины, аптеки, массажные салоны и точки питания. Также есть вариант снять виллу. В Ничанге есть коттеджные поселки, такие как Анвьен на юге города, Чампа Айланд на севере и так далее. Там вы можете снять виллу различной площади и, естественно, за различные деньги. Для примера мы покажем вам виллу, которую снимают наши друзья на Анвьене. На Анвьене есть разные виллы по размеру и по стоимости. Вот, например, вот такую трехэтажную виллу можно снять за 800 долларов в месяц. Давайте теперь зайдем и посмотрим, какая она внутри. А на первом этаже находится такая просторная гостиная. Здесь же есть ванная комната, выход во внутренний дворик. Лестница на второй этаж. Вот такая зона отдыха. Обеденная зона. Такой стол со стульями достаточно большой. И вот такой огромный кухонный уголок. По лестнице мы поднимаемся на второй этаж. На втором этаже находятся две спальные комнаты и отдельная ванная комната. Здесь есть ванна. Поднимаемся на третий этаж. А на третьем этаже есть вот такая просторная гостиная и две спальные комнаты. И отдельная ванная комната, где есть и ванна, и душ. А из гостиной есть выход на большой балкон, с которого открывается вот такой прекрасный вид на Анвьен. Это я вам рассказала про самые популярные районы Ничанта. На самом деле есть еще район неподалеку от торгового центра Биг Си. В нем находится гипермаркет ГО, в который мы часто ездим за продуктами. Там тоже есть варианты жилья. И все зависит от вашего предпочтения. Можно снять, например, маленькую квартиру-студию за полтора миллиона, которая будет находиться в здании общажного типа. А можно снять полноценную квартиру, либо дом в районе пяти миллионов. Например, наш друг как раз в этом районе снимает себе студию за миллион двести. Но если мы прибавим туда все коммунальные платежи, то получится где-то полтора миллиона. Давайте посмотрим теперь такую квартиру. Район Биг Си – это вьетнамский район, преимуществом которого является его близость к торговому центру, а минусом его удаленность от моря. А квартира находится в этом здании. Здесь есть парковка, где можно оставить байк, и он будет в безопасности. А мы поднимаемся наверх, и вот она, квартира, маленькая студия без мебели. А с третьего этажа этого здания открывается вот такой вид на этот район. А еще можно снять жилье в отдаленных районах города за небольшие деньги напрямую у вьетнамцев. Ссылку на такие объявления я оставлю в описании к видео. Обязательно посмотрите, возможно, вы найдете для себя что-то интересное. И заканчивая наш разговор об аренде жилья в Ничанге, хотела бы сказать, что в Ничанге можно снять практически любое жилье за хорошие деньги. Можно снять квартиру, можно снять дом прямо в черте города. Правда, это будет напоминать больше таунхаус, так как все типовые дома здесь стоят стенка в стенку. Можно снять виллу. Можно снять жилье с мебелью. Можно без мебели. Без мебели, кстати, будет дешевле. Но вы должны понимать, что купить придется все, начиная от кровати, заканчивая ложкой. Хочу еще добавить. Не бойтесь искать жилье самостоятельно. Можно, конечно, воспользоваться услугами риэлтора, и он вам поможет подобрать хорошие варианты проживания. Он найдет вам квартиры, либо дома от 200 долларов до 1000 и так далее. Но вы должны понимать, что в принципе в Ничанге самостоятельно вы также найдете хорошее жилье по очень хорошей цене. Не обязательно соглашаться на квартиру за 1000 долларов. Мы желаем вам найти подходящее для вас жилье, в котором вы проведете незабываемое время в Ничанге. Надеюсь, что наше видео было вам полезно или просто интересно. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь этим видео со своими друзьями. Мы сегодня с вами уже прощаемся. Желаем вам всего доброго. Пока-пока. И привет семье!